Опыт первого кочевого детского сада распространяет по всей Ненинской тундре. Первая «Ласточка» была запущена в июне этого года на Канине в западной части округа. В первом кочевом детском саду начали готовить к школе детей-оленеводов. Два летних месяца с оленеводческими бригадами кочевала педагог из детского сада Неси Галина Шубина. Ее учениками стали шесть будущих первоклассников. Педагог в занимательной форме учила ребят счету и работе с книгой, занималась скультурой, предков и детской литературой. Опыт первого кочевого детского сада в регионе считают успешным. Проблема адаптации системы образования к традиционному образу жизни коренных народов стояла всегда. И сегодня мы возвращаемся к идеям 30-х годов прошлого века, которые доказывают свою эффективность. Малышам, привыкшим к вольнице тундры, очень сложно приходится в первом классе, когда рядом сельские дети, посещавшие детский сад и подготовительные курсы. Наша задача сделать этот переход безболезненным. Отзывы родителей оленеводов, чьи дети посещали кочевой сад, свидетельствуют, что мы на верном пути, сказал глава региона Игорь Кошин. На совещании в Канинской тундре инициированным губернатором было решено, что формат кочевого сада пока останется летним. Причина – сложность организации быта приезжающего педагога в условиях Крайнего Севера. С бытовой стороной вопроса тесно связан и кадровый потенциальный воспитатель кочевого сада должен иметь опыт жизни в тундре. Помимо прочего, это тяжелая физическая работа и багаж знаний. Как управляться с оленями, ставить чум, готовить пищу, сказала педагог Галина Шубина. В окружной департамент образования продолжают поступать заявки от оленеводческих хозяйств, желающих организовать кочевой сад на базе своих стойбищ. Финансирование проекта под патронажем Игоря Кошина осуществляет администрация НАУ. Богатый опыт организации кочевых форм обучения есть у наших соседей на Ямале. В 2015-2016 учебном году на территории Ямало-Ненецкого округа представляют образование в местах кочеве 15 образовательных организаций, 10 детских садов и 5 школ. Образовательный процесс ведут 27 кочевых педагогов. Дошкольным образованием охвачено 235 человек. Начальным общим образованием 43 ребенка, сообщает пресс-служба администрации Ямала.